Здравствуйте! С вами вновь программа «Кто там?» и я, Вадим Верник. Сегодня в нашей программе только победители. Анастасия Стакан-Федотова совсем недавно получила главный приз золотого клоуна на самом престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Анастасия Стакан-Федотова – представительница знаменитой цирковой династии в третьем поколении. У Насти нетрадиционный метод дрессуры. Она отказалась от привычных для наездника уздечки, седла и шпор. Ее общение с лошадьми на манеже похоже на медитацию. Недавно уникальная дрессура Анастасии Стакан-Федотовой была отмечена высшей цирковой наградой. На фестивале циркового искусства Монте-Карло она получила главный приз – золотого клоуна. Когда мы туда ездили, да, вот в этом Монте-Карло, и мы смотрели на все со стороны из зала. Раньше. Да, и представьте, когда стоишь на манеже, да, вот на вот этих 13 метрах, которые, они настолько мощные. Энергетикой. Энергетикой неимоверной. Еще же там земля, то есть это манеж, да, всем манежам манеж. Ну-ну, сюда смотри место. Двигайся. Иди. Здесь мне спокойно абсолютно. У меня есть возможность развиваться еще, да, заниматься еще с лошадьми. Это очень здорово, потому что только на практике начинаешь понимать, насколько они глубокие, животные. Они умеют чувствовать, и они всегда намного честнее, чем люди. Моя жизнь заключается в том, что я живу с ними, с лошадьми. Я не знаю, мне кажется, мой мужчина видит меня меньше, чем лошади. Потому что с ним с утра до вечера, если я не сплю, то я у них. Вот так вот. Когда эта любовь к лошадям появилась? Я думаю, что еще за много лет до того, как я родилась. Как-то нас, наверное, не просто бросили вот сюда в один вот так вот период и меня, и то, кто со мной рядом, мои мальчики, да, вот жили, ну, вот мои, кто, ну, животные, кто помогает мне меня чувствовать. И вот у Лелика обнаружилось так, представляете, что... С ногами у него не все хорошо, причем, что у него там было оно сломано, копыта. Мне девочка объяснила, Ульяна, что нужно будет его выравнивать, потому что он делает такие элементы, которые, знаете, требуют физической, очень быстрой такой реакции, реакции, то есть очень быстрая нагрузка от напряжения и расслабления, то есть вот это вот. А он еще как бы с головой у него иногда бывает, он не дрожит у нас, и поэтому его вообще может так перевернуть. Да, мой хороший. Мой свинюшечка. Красивый мой. Посмотрите сейчас аккуратненько, а то он прям по движению может вас зацепить. Ай, какой, да, Сальвадор тоже будет учиться сегодня, да. Сальвадор. 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 Ну, внимательней будь, пожалуйста. Ну, сюда, сюда, сюда. Сына! Внимательней будь. Рысью. Сердце. Очень плохо. Как плохо, как плохо вообще, я так много говорю о тебе. Ну-ка. Внимательней. Ох, я уже устала, между прочим. Слышишь? Ты чего это делаешь? Так, ну-ка, назад давай. Давай, давай, давай. Еще. Все. Ого. Ну, ты, смотри, как раз бег даже взял. Укротитель должен быть сильнее, чем лошадь. Понимаете, с чем дело? Теловек вообще никому не должен, если так. Если так брать. Ни человек, ни лошадь. Вообще никто никому ничего не должен. Укротители. Зачем? Вам же нужно не укротить. Смотря, видите, как у вас уже какой склад. Даже если бы вы уже подходили к лошади, вы бы подходили именно не с этими мыслями. Они же у нас считают. На других немножко телах работают с нами. То есть они знают немножко по-другому нас. И поэтому они бы уже считали все с вас. Я подхожу для того, чтобы найти не то, что взаимосвязь, найти возможность общения, отношения, завязать отношения и узнать, поинтересоваться историю животного у него же самого. Вот это интересно. Смотрите, он насколько вот он высокий уже для двух, для года девяти. И очень наглый он у нас. Вот если ему что-то надо, вот он такой упертый вообще. И вот найди к нему подход. Обижается как вообще, не дай бог там на него прикрикнешь ему. Все, он прям обидку давит. Да, мой хороший. Ну-ну, зачем ты кусаешься? На самом деле моя цель – уметь вот так вот сидеть, да? И не то, что слышать, а уметь просто управлять и общаться с животным на равных его абсолютно волных частотах. Вот это, да, вот это моя мечта развития, в которой я стремлюсь очень. Без слов. Без слов. Без действий. Абсолютно. Без действий, без слов, без всего вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ В программе «Кто там? Только звезды» и те, кто завтра не станут. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ